Ветер решает. В Ульяновске открылся международный форум по возобновляемой энергетике РВ. В Заволжском районе устранили коммунальный коллапс. В Ульяновской области начнут внедрять метод альтернативной котельной. Короли и королева льда. В Ульяновской области прошел первый чемпионат по фигурному катанию. В Ульяновске стартовал международный форум по возобновляемой энергетике РВ. В наноцентре в эти дни работает специализированная выставка новых технологий в области производства солнечных модулей, обслуживания ветряных электростанций, логистических услуг для предприятий энергетических отраслей. На форуме побывала Рената Алиулова. Тысяча участников, 30 инвестпроектов и 8 часов делового общения в Ульяновской области стартовал первый международный форум по возобновляемой энергетике РВИ-2019. Главная задача – сделать деньги из ветра и солнца. Масштабное событие развернулось на площадях Ульяновского наноцентра. В одном из корпусов производители, поставщики, транспортировщики альтернативной энергии продемонстрировали передовые технологии, а также оборудование зарубежного и отечественного рынков энергетики будущего. Наша компания занимается оказанием транспортно-логистических услуг и услуг по таможенному оформлению. Соответственно, основное направление – это перевозка негабаритных грузов. И в рамках этой деятельности мы осуществляли перевозку лопастей, а также генераторов и гондол. Первый день форума носил больше деловой характер. Так, на пленарном заседании губернатор Сергей Морозов представил достижения и планы региона в сфере ветроиндустрии. Ульяновский регион по праву считается пионером ветроэнергетической отрасли в России. Сегодня на территории области активно функционируют два ветропарка общей мощностью 85 мегаватт. Это позволяет обслуживать и продавать чистую энергию для 23 тысяч домохозяйств. Впереди у нас строительство открытия еще двух ветропарков. Суммарной мощностью почти такой же. И таким образом мы выходим уже к концу 2021 года, в 2020-2021 году на обслуживание и обеспечение 50 тысяч домовладений. А к 2030-му добавляет Сергей Морозов. К уже имеющимся мощностям планируется приплюсовать еще 30%. Все это приведет в будущем к паритету между энергией из ветра и традиционными источниками энергии. Мы провели ветроизмерение суммарной мощностью на 600 мегаватт. А параллельно мы сейчас готовим дополнительное ветроизмерение еще на 400 мегаватт. Таким образом мы хотели бы выйти в горизонте до 35-40 года на производство не менее 1 декаватт. Несколько лет назад информация о том, что в Ульяновской области будет построен ветропарк, была как гром среди ясного неба, среди всех участников рынка, и никто этого не предполагал. И сегодня область показала, что они все это могут, они все это делают. Сегодня Ульяновская область пионеры, которая создала все возможности для инвесторов. Помимо энергии из ветра, Ульяновская область наравне с Оренбургской претендует на переработку солнечной энергии. Эти субъекты, по оценке экспертов, признаны наиболее солнечно активными. В скором времени регион, ко всему прочему, станет одной из первых площадок для строительства масштабных солнечных парков. В конце прошлого года крупнейшей австрийской компанией Green Source подписали два крупных инвестиционных соглашения. Одно на строительство большой электростанции по производству электроэнергии и солнца, и второе на строительство большого завода по производству солнечных панелей. К солнечному проекту присоединятся не только российские, австрийские, но и китайские партнеры. Глава области не исключает, что строительство может начаться уже в конце этого года. Рината Люлова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В рамках форума было подписано соглашение между Сергеем Морозовым и немецким инвестором о строительстве нового ветропарка. Реализация проекта по строительству ветропарка под ключ мощностью 75 мегаватт начнется уже в этом году. Общий объем инвестиций немецкой компании в проект составит 6,5 млрд рублей. Инвестор планирует выйти на строительную площадку уже в 2020 году. Ремонт школ и детских садов, лекарства, долгостроя и дороги. Депутаты законодательного собрания распределили дополнительные средства бюджета. На что потратит увеличенный бюджет региона, расскажет Наталья Чемоченко. В Доме Советов завершилось 13-е заседание законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва. На повестке дня значился ряд важных вопросов, касающихся исполнения бюджета в 2019 году и его перераспределения на 2019-й. Сегодня действительно выносится закон проект о внесении изменений в закон областном бюджете. На 2019-й год и плановый период 2020-2021 годов. Конечно, это связано с тем, что мы собрали собственные доходные источники. Кроме того, получены дополнительные федеральные средства. Ну и, конечно, за счет экономии средств перераспределения внутри наших отраслей. Хотелось бы отметить, что в целом доходная часть бюджета увеличивается на 735 млрд. И доходная часть бюджета составит 60 млрд. На жилищно-коммунальное хозяйство потратят 80 млн. рублей. На строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог – 20. Не останутся без внимания требующие ремонта детские сады и школы в Барыше, Ишеевке, Димитровграде, Чердоклинском и Старомайском районе. На десятки млн. рублей в учреждения будет закуплено новое оборудование и заменены старые оконные блоки. Значительные средства в размере 142 млн. рублей уйдут на переселение граждан из аварийного жилья. За счет поступления собственных доходов и перераспределения средств на отрасль здравоохранения направят 105 млн. рублей. Нужно отметить, что эта сумма идет в дополнение к тем 500 млн. рублей, которые уже направлены на снижение кредиторской задолженности. Главный вопрос, по словам председателя Комитета по бюджету и экономической политике Александра Чебухина, как правильно и рационально распределить эти деньги. В корне не устраивают те критерии, по которым доводится денежный средств. У нас получается, чем хуже финансовое состояние, чем хуже управляемость в районной больнице финансами, тем больше туда ушло денег. То есть мы кого стимулируем? Тех, кто нам выращивает кредиторку, тем, кто не умеет вести хозяйство, тем, кто не умеет работать с финансами. Допустим, могу пример привести в Чердоклинскую районную больницу, вообще ни копейки не получила из 500 млн. Хотя задолженность тоже имеется, но там умеют вести переговоры с поставщиками. И у них нет исполнительных листов. В дополнение к этой теме избранники народа рассмотрели изменения в закон о долевом строительстве. Так застройщики-инвесторы долгостроев смогут получить ряд льгот и мер поддержки. Непроданная недвижимость после реализации прибыли уходит застройщику. И ему предоставляется земельный участок на строительство дома, как указано в действующем законодательстве. Мы расширяем эту категорию и предоставляется земельный участок не только для строительства дома, но и коммерческой недвижимости. Мы считаем, что это позволит сделать вход инвесторов для застройки проблемных объектов более привлекательным. В течение заседания депутаты также рассмотрели ряд законопроектов, касающихся жизни региона. Приватизация государственного имущества, управление госсобственностью, сохранение объектов культурного наследия, оздоровление детей и страховые пенсии граждан. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В этом году компания «Т-Плюс» направит на ремонт, реконструкцию техперевооружения тепловых сетей Ульяновска более 300 миллионов рублей. Специалисты компании уже начали капитальные ремонты двух участков магистральных трубопроводов на улицах Карла Маркса и Пушкарева. Ульяновский регион посетил председатель правления компании «Т-Плюс» Андрей Вагнер. Целей для визита оказалось несколько. Вместе с губернатором Сергеем Морозовым они обсудили текущее состояние дел, подвели итоги минувшего отопительного сезона и составили план подготовки к зиме. Мы действительно применим у порывов, применим у замечаний, при максимуме усилий, чтобы не затянуть срок отключения. У нас все-таки было 8 отключений по городу за зиму, что в логике сравнения с какими другими городами – это совсем хорошая такая картинка. Пожалуй, ключевой темой встречи стала беседа, касающаяся внедрения в регион так называемой «альтернативной котельной». Это не установка в привычном понимании, а новый механизм тарифообразования. Подобной формулой регулирования средней величины тарифа сегодня пользуются только на Алтайском крае. К запуску метода «альткотельная» планируют приступить с 2020 года. Механизм нацелен прежде всего уйти от годичного регулирования тарифов к долгосрочному. Мы договорились также до конца недели подписать дорожную карту по реализации этого механизма. Ну, там есть юридические этапы, есть этапы административные, там включая последний этап Минэнерго с его рассмотрением и так далее. И мы договорились, что, собственно, все документы и все. Подпишем, а, подпишем, б, вот с подписанием той дорожной карты. Мы, в принципе, к сентябрю укладываемся в прохождение всей формальной официальной части, включая Минэнерго. Подготовка к новому отопительному сезону является одной из приоритетных задач, которую глава региона обозначил для всех муниципалитетов на минувшем аппаратном совещании. В этом году на апгрейд оборудования ульяновского филиала «Т-Плюс» выделено около 450 миллионов рублей. Эти средства в первую очередь пойдут на ремонт энергетического котла «ТЭЦ-1» и водогрейных котлов «ТЭЦ-2». Рината Леула, Руслан Баталов, новости ульяновской правды. Жители дома номер 12 по улице Зеленая, что в Новом Городе, задыхались от нечистот, которыми был заполнен подвал жилого дома. После проигранной битвы с частной компанией ульяновцы обратились за помощью к главе региона. Дома малоэтажной застройки в поселке Ленинский, что в Заволжском районе, введены в эксплуатацию не так давно. Однако проблемы коммунального характера уже появились. Полтора месяца назад частное лицо, ответственное за коммуникации в доме номер 12 по улице Зеленой, самовольно отключил канализационную насосную станцию. Как результат, подвал затопило нечистотами. Жители сразу забили тревогу. Написали и лично губернатору Сергея Морозова в соцсетях. Глава региона выехал на место. На сегодняшний день городские службы привели в порядок подвал дома. Чего мы хотим добиться, это все-таки отмена и аднулирование сделки, по которой продали нашу насосную станцию. Но я думаю, что это тоже нам посодействует. Кроме проблемы с инженерными сетями, глава региона обратил внимание городоначальников на недостаточное благоустройство и освещение района. Главам города и района дано поручение держать вопрос на личном контроле. Сергей Морозов пообещал лично проверить сделанное через две недели. Боец Росгвардии должен обладать недюжиной силой и смекалкой. Свои таланты сотрудники демонстрировали на конкурсе профессионального мастерства. В соревнованиях участвуют как опытные, так и молодые бойцы. Участников не жалеют. Они проходят полосу препятствий, стреляют, задерживают нарушителей. На месте событий побывал Павел Половов. Сегодня на Московском шоссе 46 группами задержания вне ведомственной охраны взяты с поличным люди, тайно проникшие на промышленные объекты. Обошлось без стрельбы, а на Герасимово 14 стреляли. В Ульяновске проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства, лучший по профессии среди сотрудников вне ведомственной охраны Росгвардии. Машина подлетает к месту происшествия. Водитель и руководитель группы, прикрывая друг друга, движутся к зданию, куда проникли злоумышленники. На этом этапе задач соревнующихся ставилось сходное. В здании преступники они должны быть задержаны. Главный критерий оценки – это правильность действий, группы задержания. В данном случае и при осмотре объекта, также действия личного состава по задержанию правонарушителей. И конкурс он большой, там 15 направлений. Среди направлений – практика задержания, оказание медицинской помощи, стрельба, прохождение полосы препятствий, знание нормативно-правовой базы. Лучшие в регионе отправятся на всероссийские соревнования, которые пройдут в городе Воронеж. В ротах лучших отбирали самостоятельно. В каждой роте проводились экзамены, то есть была огневая подготовка, зачеты по правовой подготовке. Отрабатывали нормативно-правовую базу, боевые приемы борьбы, в том числе упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Условные преступники, стажеры Росгвардии учатся по этой же программе. Поэтому задержать их нелегко, тем не менее сбежать не удалось никому. Нужно было удрать, у меня ничего не подошло, не вышло, не убежал я. Ребята молодцы, работают хорошо, все отлично. Следующий этап – полоса препятствий и стрельбы прошла по адресу Герасимова, 14. Здесь разговаривать некогда. Непростая полоса, на которой обычно тренируются спецназовцы. Следом 600 метров бега, затем без остановки стрельба. Нет времени отдышаться. Идеал прямо по Феликсу Дзержинскому. Чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Сегодня состязались пять команд города Ульяновской Дмитровграда. Завтра съедутся группы задержания из районов Ульяновской области. Выбрать сильнейших – задача, требующая особого отношения. Ведь этим ребятам представлять наш регион перед лицом всей России. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Фокс искусственным льдом «Лидер», который в этом году отмечает свое десятилетие, вписал одну из самых ярких страниц в истории ульяновского спорта. Здесь впервые прошел чемпионат региона по фигурному катанию. Его награды разыграли около 70 юных спортсменов. Эта программа, когда вращение будешь делать, помнишь, что нужно резко закрутиться, не падает ласточку тянуть и далеко не уезжай. Понятно? Бегом на программу. Такое впечатление, что ходить и кататься на коньках они научились одновременно. И хотя большинство из ребят еще посещают младшую группу детского сада, но уже серьезно занимаются фигурным катанием. Потому что мне нравится он красивый. И со сложными элементами, и красивыми платьями. Лера Пивнева вместе со своими сверстницами вошла в историю ульяновского фигурного катания. Она стала участницей первенства региона. Подобные старты в Ульяновской области еще не проводились. Их принял физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», который в нынешнем мае отметил свое десятилетие. В родных стенах дети, как сказать, немножко психологически более раскованные. Потому что все равно выезды в другие регионы, детки некоторые больше стартуют, кто-то меньше стартует. Конечно, какая-то скованная зажатость, нехватка вот этого соревновательного опыта. Все-таки не зря говорят, что родные стены, они все-таки помогают. Ирина Данилова работает в «Фоке-лидер» со дня открытия. За это время воспитала нескольких спортсменов-разрядников. Теперь результаты пойдут еще быстрее, считает наставник. Совсем недавно аккредитацию получила областная федерация фигурного катания, которая и организовала первый чемпионат региона. Правительство нашего региона всячески старается нам помочь. И выделили лед для наших фигуристов. Выделили часы бесплатного льда, часы бесплатных занятий с сухими тренировками. Инструкторские ставки введены. На этой базе мы проводим тренировки, получаем опыт, получаем разряды. В первом чемпионате Ульяновской области приняли участие около 70 фигуристов в возрасте от 3 до 15 лет. Победители выявляли в 10 зачетных группах. Самый сложный из них среди фигуристок второго спортивного разряда победительницами стали Ирина Мордовкина и Диана Тагирова. Мирослава Рагулькина и Михаил Туртыгин первенствовали среди самых маленьких. Михаил Рассашанский. Новости Ульяновской правды. Завтра в регионе ожидается улучшение погоды. Температура днем составит 22 градуса. Ветер юго-западный, умеренный. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на информационном портале улправда.ру по будням 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин